Привет, друзья! Отвечаем на вопрос подписчика. Имеет ли право, сотрудник ДПС, снимать меня на личный телефон? Кстати, если у вас есть вопросы, то напишите их в комментарии. На самые популярные из них мы снимем видео. Итак, отвечаю на вопрос. В приказе МВД номер 664 содержится исчерпывающий перечень прав, которыми наделен инспектор ДПС. В пункте 6.13 данного приказа сказано, что инспектор ДПС имеет право использовать информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства. Обратите внимание, что в данном пункте есть явное разделение на технические и специальные средства. Что такое специальные технические средства раскрыто в статье 26.8 КОАП РФ и к специальным техническим средствам кино- и фотоаппаратура не относится, а следовательно, специальных требований к ней не предъявляется. В пункте 76 административного регламента сказано, что при надзоре за дорожным движением допускается использование специальных технических средств, принадлежащих государственным, муниципальным органам, а также общественным организациям и общественным объединениям, а также использование иных технических средств, фото, звука и видеозаписи. Каких-либо требований к таким устройствам, а также к порядку их использования ни регламент, ни КОАП не предъявляют. Если мы посмотрим практику, то увидим, что чаще всего инспектор ДПС снимает водителей при досмотре и освидетельствовании на состоянии алкогольного опьянения. В пункте 40 административного регламента говорится, что для видеозаписи процессуальных действий, проводимых без участия понятых, допускается использование сотрудникам цифровой аппаратуры, носимых видеорегистраторов, видеокамер, фотоаппаратов с функцией видеозаписи и прочих устройств, позволяющих осуществлять видеозапись. Опять же, каких-либо требований к аппаратуре, используемые при этих процедурах, законы и подзаконные акты не содержат. В итоге получается, что инспектор может использовать свою камеру или даже мобильный телефон для фиксации административных процедур и нарушения ПДД. Но видеозапись может быть недопустимым доказательством в суде, если процедура снята не с самого начала, либо в процессе съемки камера выключалась и снова включалась. То есть запись должна вестись от самого начала и до самого конца непрерывно. А если это видео было вам полезно, то поделитесь им друзьями, а также ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.